Витаю! Версия FreeCAD 0.20 вышла 2 месяца назад, но чтобы начать использовать MKE Verstack, пришлось дождаться бакфикс-релиза, который состоялся вот совсем недавно. Итак, что же изменилось с его появлением? Важным изменением, на которое следует обратить особое внимание, стал переход на единицы системы C при выводе результатов. Теперь во всех фильтрах результатов перемещения будут выводиться в метрах, а напряжения в паскалях. Это было сделано для того, чтобы улучшить совместимость с внешними подключаемыми решателями. Теперь при больших напряжениях и малых перемещениях экспонента будет присутствовать постоянно. Изменения в решателях. Улучшена совместимость с внешними подключаемыми решателями Elmer Z88. Стал доступен к подключению новый решатель MISTRAN. Калькуликс теперь работает с несколькими процессорами. И количество ядер, задействованных в расчете, теперь действительно можно настроить. Для проверки устойчивости в калькуликсе больше не нужно редактировать файл задачи. Теперь этот расчет стал доступен выбором радиокнопки. Количество форм потери устойчивости можно задать в свойствах калькуликса на вкладке «Дата» в соответствующей строке. В нелинейном материале количество пар напряжения и удлинения больше не ограничивается отремя. Теперь в свойствах нелинейного материала можно вызвать список, в котором можно задать требуемое количество пар напряжения и удлинения. Изменения на панели результатов. Эквивалентная пластическая деформация вместо непонятной аббревиатуры теперь имеет понятную расшифровку. Строка пользовательских выражений теперь поддерживает разведение в степень. И, например, можно создать из-за поля напряжение по губеру. Тут нужно отметить, что пользовательские выражения по-прежнему выводят результаты в мегапаскалях. Поэтому обязательно проверяйте единицы измерения. Изменения фильтров результатов. Улучшена работа контейнера с несколькими добавленными фильтрами. Теперь на вкладке «Дата» можно выбрать способ взаимодействия между добавленными в контейнер фильтрами. Также фильтр данных в точке стал полностью функционален. Положение точки можно указать как при помощи координат, так и просто щелкнув на сетке результатов. Результат выводится вот в этом текстовом поле при выборе соответствующего поля результатов. При смене поля результат тоже обновляется. Изменения в генераторе сеток. Генератор GMSH теперь поддерживает работу с несколькими процессорами. И генерация сеток конечных элементов будет проходить теперь гораздо быстрее. Для конечных элементов пластин появился новый алгоритм, позволяющий создавать прямоугольную сеть конечных элементов. Для этого свойства сетки конечных элементов на вкладке «Дата» нужно выбрать алгоритм DelQuad. И пересоздать сетку. Для сгущения сетки вокруг отверстий можно уже не создавать регион. Достаточно в свойствах сетки изменить количество участков разбиения окружности. И пересоздать сетку. Для объемных конечных элементов появился алгоритм HXT, поддерживающий параллельные вычисления. И высокий порядок оптимизации, лучше передающий геометрию круглых и криволинейных поверхностей. Также небольшие изменения коснулись панели закреплений и нагрузок. Появилась новая упругая опора. Но она работает только с решателями стран. Появилась новая нагрузка – центробежная сила. Она представлена в виде частоты вращения в герцах. На этом все. И как завжды, дякую за увагу.